ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Давай быстрее давай давай А А Е Х produc Ёаааааааа давай Че эти хуйня Блит Фуфхх� Ну все паучара тебе конец пришел КОНЕЦ тебе пришел падла У-ы.... Че ты Давай-давай подойди ко мне Говнюк ДА 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 О Да О Да Опа, ещё одна ниточка, неплохо, и ещё одна, то, что надо, вот это я понимаю. Здарова, с вами снова я, Лилимуу! Здравствуйте, мистер Ацелот, а что это вы тут делаете? А-а-а, чуть не сдох. Ты, главное, меня не пугайся, я хороший маленький человечек. Опа! Попался! Что вы думаете, я просто так, что ли, пауков убивал, рисковал своей жизнью, там, да? Всё просто так! Куда пошла, тварь? Как я и говорил в предыдущей серии, теперь с помощью этой ниточки я могу присесть абсолютно на любого животного. Вот, например, сейчас я сижу на кошечке. Мне, конечно, тут немножечко не нравится, воняет как-то. Управлять ей тоже как-то особо не удаётся, но сам факт, что я теперь наездник, а теперь не просто лилипут, я теперь лилипут-наездник. У меня нету для тебя рыбы, даже не смотри на меня так, не смотри. Ребята, а вы не забывайте самое главное правило Майнкрафта. Да, хотя, почему Майнкрафта? Самое главное правило жизни. Вам же говорили родители в детстве, что маленьких обижать нельзя. Так вот не обижайте меня, поставьте лайк, чтобы я не обижался, ведь я маленький, а маленьких обижать нельзя, поэтому лайк нужно поставить. Ну а если серьёзно, я и вправду не просто так в самом начале видео добывал нитки с паучков. С помощью этих ниточек я смогу приручить себе абсолютно любого моба. Ну точнее не приручить, я могу его связать и кататься на нём. Например, я даже могу летать на летучей мыши. Но ещё с помощью этих ниточек и палочек мы с вами сможем сделать удочку. Если вы подумали, что в сегодняшней серии мы с вами будем рыбачить, то вы ошибаетесь. Я ненавижу рыбачить, это скучно и всё такое. Так как я лилипуд, эта удочка нужна мне немножечко для других вещей. С помощью этой удочки я смогу притягиваться абсолютно к любому блоку, на который попаду этой удочкой. То есть, например, если я закину нашу удочку вот сюда, я смогу к этому месту прямо-таки... Ну, не... Вы у меня внимательны и, наверное, уже заметили, что здесь мой дом немножечко... Изменился. Так как в прошлой серии мы не смогли сделать миниатюрный портал в ад, мне пришлось сделать большой портал в ад. Поэтому я решил сделать небольшую тропинку и даже мостик вниз этого дерева, чтобы там и построить портал в ад. А также в будущем мы сможем там построить, например, ферму. Мы спускаемся по нашему мостику и попадаем вот на такую вот поляну, где у нас стоит портал в ад. И где мы, в принципе, можем сделать ферму. Для того, чтобы нам сделать ферму, нам потребуется, конечно же, мотыга. В принципе, палочки у меня уже есть. Давайте сделаем сразу же железную мотыгу, потому что... Чё уж мелочиться, я, как вы понимаете, богатый. А также нужно взять какие-то семена, чтобы их посадить. А мне, собственно, садить-то и нечего. Ладно, давайте хотя бы просто вспахаем нашу землю и разольём водички. А потом уже, когда у нас появятся какие-то семена, мы с вами их обязательно посадим. Если вы вдруг не помните, в предыдущих сериях я рассказывал, что я не всегда был маленьким. Я не всегда был лилипутом Жекой. Раньше я был обычным человеком. Но потом цыгане превратили меня в лилипута, и вот теперь я вот такой вот маленький. И одна из наших главных задач этого выживания, это сделать зелье увеличения. А делается оно с помощью бородавок и различных грибов. Но для того, чтобы, в принципе, сделать какое-нибудь зелье... Что я сейчас вообще делаю? У меня такой вопрос. Я не совсем понимаю, маленький человечек не может вспахать землю? Что за дичь? Оу, щет. Как-то я об этом не подумал. Серьёзно, будучи лилипутом, нельзя вспахать землю? А как иногда делать ферму? Что мне делать? Может быть, нужно стоять просто на другом блоке? То есть, вы понимаете всю прискорбность ситуации? Я не смогу сделать ферму, пока я снова не стану большим. Хотя бы на время. Потому что я просто не могу вспахать чёртову землю. Это просто ужасно. Но, в принципе, ладно, чё уж тут поделаешь. Пора собираться идти в ад. Джеронима! Пу-пу-пу-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, да. Телепортация пошла. Лилипут Жека в аду, здравствуй, ад! Привет, ад! Господи, блин, как здесь страшно. Вы можете меня спросить в комментариях, Жека, почему ты хотя бы не сделал броню? А я уже объяснял в предыдущей серии, что лилипуты не могут носить броню, кроме шлема. Но шлем меня очень сильно замедляет, поэтому я буду ходить просто без брони. И надеясь на то, что меня просто не будут замечать мобы. Мы уже нашли наш первый гриб, который мы прямо сейчас сломаем, потому что... Потому что он нам очень нужен. Я пока что понятия не имею, каким образом я смогу убить эфритов. Но я очень сильно постараюсь. Я уже вижу светопыль. В принципе, светопыль мне вообще не нужна. Но почему бы её не добыть? Вот почему? Это шо такое? Я один это вижу? Или правда, перед нами сейчас находятся какие-то адские крысы? Я, пожалуй, туда не пойду, потому что я боюсь. А тем временем я нашёл ещё один вид грибов, который нам тоже понадобится для того, чтобы сделать зелье уменьшения. О, господи, вы посмотрите, что находится впереди. Я думал, что я буду дольше искать крепость, но я нашёл её буквально за несколько минут. Блин, мне всё-таки интересно, что будет, если я тыкну на визор скелета этой ниткой? Вы посмотрите, я сел на визор скелета! Правда, я не знаю, зачем мне это нужно вообще, но, наверное, это прикольно. Визор скелет, давай, вези меня! Вези меня, вперёд, давай, погнал, ё-моё! Всё, подождите, так я его могу просто так легко убить? Ага, хрен там плавал. Окей, больше с визор скелетами я сражаться не буду уж точно. А каким образом мне вообще убить тогда ифритов, если всё настолько плохо и меня просто убивают с одного удара? Давайте-ка попробуем просто его застроить. Он же меня сейчас не видит. Стоп, он меня сейчас видит? Аккуратненько просто берём и застраиваем ифритов, и сейчас мы их как нафигачим, так они вообще офигеют. Их убьёт лилипуд Джека, вы понимаете? Это позор просто, позор для ифритов. Так, нужно обязательно покушать, и, в принципе, я думаю, что можно начинать их потихонечку бить. Вот здесь я могу поставить блок? О, я здесь могу тоже поставить блок. А вот здесь и здесь могу, нифига себе! А здесь могу... Да, и здесь тоже могу! Всё, капец, короче, я сейчас закрою просто ифритов и их расфигачу. Я так и сделаю. Фух, погнали! Классно получилось. Я знаю, что вы скажете, что я дебил, но я решил потратить всю нашу паутину и сделать лук. И я взял все стрелы, которые у меня только были, и теперь я попробую убить их с помощью лука, потому что иначе я вообще не знаю, как убивать этих странных ифритов. На! 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 Ёпарас, это нихрена себе, ты, блин, страшный. Я стреляю через огонь, я стреляю через огонь, огонь, огонь! Огонь, огонь, огонь из всех орудий! У них осталось 7 хп! Горю, горю, твою мать, как потушиться! Так, у меня осталось 5 стрел, это очень мало. Блин, нужно было накопать снежочков. Этих ифритов же, по идее, можно убить просто обычными снежками. Почему я не додумался добыть снежочки? Так, что-то что-нибудь выпало? Ммм, понятно, ничего не выпало. Понял, принял, ифритов мне ещё рано убивать, придётся добывать чёртовые снежки, потому что, реально, без снежков, как их убить, я вообще не знаю. Давайте, что ли, хотя бы добудем песок душ и добудем бородавки, чтобы сделать ферму бородавок, и когда у меня уже появятся стержни ифрита, чтобы я не кусал себе локти, то я не могу сделать ни одно зелье. Так что в следующей серии мы пойдём с вами искать снежный биом, чтобы убивать этих ифритов, потому что в ближнем бою убивать их просто, чёрт возьми, невозможно. Здравствуйте, ифриты, здравствуйте, я пришёл с миром, я вообще с вами не дерусь, я просто ищу адские бородавки. Ну, слава тебе, господи, я уж думал, не найду здесь эти сраные бородавки. Погодите, стоп, адский слизень, адский слизень, где он только что был? Я только что видел адского слизня. Я думаю, что супер много бородавок мне не нужно, потому что я их могу посадить и в своём обычном мире. Самое главное, это сейчас попробовать убить адского слизня, потому что вот это, это, это будет очень полезно. Здравствуйте, мистер слизень. Так, аккуратненько подходим. Оп, 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 оп. Вот так вот попался, лошара, с густок магмы, то, что нужно. Здорово, здорово, маленькие пацаны, вы тоже умрите, спасибо. Больше всего я ненавижу лестницы. Ох, ненавижу лестницы. Я себя чувствую Халком, реально, я себя чувствую Халком, только Халк не любил лестницы, потому что он их ломал, когда ходил по ним, а я не люблю, потому что это очень долго. Так, в сундуке опять ничего полезного у нас не было. Я думаю, что, в принципе, можно потихонечку уже возвращаться. Ну, давай, удочка, покажи, на что ты способна. Давай, деточка. Бумс, вот так вот, видали просто удочка, это моя, муа, любимица. Залезаем обратно к порталу и сваливаем из этого ада к чертям подальше, куда-нибудь вообще вот ухожу. Фух, тут дождик идет, а я кувшинку с собой не взял. Черт возьми, я не взял с собой кувшинку, я сейчас задохнусь, помогите, помогите, нужно быстрее бежать домой. Вы понимаете вообще, насколько опасно и как сложно жить, когда ты лилипут? Тебя может убить просто абсолютно все. Даже крыса какая-нибудь подзаборная, уверен, сможет меня съесть с одного удара, потому что меня все убивают, все меня убивают, все меня не любят и никто мне лайки не ставит. Хотя бы вы, ребята, меня поддержите и поставьте большущий палец вверх. Как только наберется много лайков под этим видео, сразу же выйдет новая серия Лилипута. Ну а с вами был, конечно же, Лилипут Джека. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok